Ну всё, тогда, Николас, поехали. Я бы хотел вас сначала спросить, вот как вы, ну, такой интересный вопрос, как вы представляете, сколько есть царств? Вот такой маленький вопрос. Сколько есть царств? Ну, четыре, четыре. Грибы, животные, а ещё бактерии, и растения. Да, я это знала. Тогда вы подтвердили моё мнение, что люди знают только четыре царства, хотя на самом деле их гораздо больше, их восемь, и даже, может быть, ещё больше. Восемь царств, ребятки. Я пока знаю точно восемь царств. Восемь? Восемь, и я про них всем вам расскажу. Всё по очереди. А что ты называешь царствами? Царствами? Да, хороший вопрос, что есть вообще царство? Вот давайте вспомним, как классифицировать. Если кто-то знает, ему полезно будет повторить, а если нет, то я скажу. Всё на этом свете классифицируется по законам биологии, которые сравниваются с помощью генетики. Генетический код. А это... Или даже по форме тела, по каким-то характеристикам, да? Сейчас генетика очень важно влияет на то, как мы всё классифицируем. Сама генетика – это наука, которая изучает генетический код. Думаю, это, ну, пока понятно. Код, на котором работает всё наше тело. Оно делает белок, а белок рабочий. Ну, так вот. Мы классифицируем по генетическим кодам. И оказалось, что на самом деле их гораздо больше. К примеру, у бактерий есть брат, так скажем. Он проще, и он, возможно, даже ближе к эукариотам, то есть к тем, у кого есть ядро. Эукариоты – это те, у кого есть настоящее ядро. У бактерий нет ядра. Поэтому их называют прокариоты. Итак вот, у бактерий есть брат, отдельное царство. Их называют археи. А ещё, не забываем, что есть ещё и пятое царство среди эукариотов. Так что я вам всё подробно объясню. Что ж, сейчас я сделал такую вот схемочку, на которой я расписал все базовые царства. Их тут всё можно посчитать, если хотите. Археи, урокариоты, протисты, хронисты, вирусы. А, ну это уже не царство. Это, да, у меня здесь, у меня здесь получилось пока что, если хотите подсчитать. Вот кто скажет, сколько у меня в самом низу, на вторых стрелочках царств. Вот в самой нижней это и есть царство. Протисты, хронисты, животные, растения, грибы, археи, вирусы, вероиды, прионы. Угу. Да, пока что... А, и бактерии. Ну-ка, да. Спасибо, что убрали то, что ты решил поясать. Да, на самом деле царств гораздо больше. И, как вы можете здесь подсчитать, у меня 10 штук. 10. Но я решил немного обобщить. Ну, потому что я, пока что научно не подтверждено, что эти царства все тут есть. Но, если верить самоположительным результатом, то их 10 штук, представляете? От 8 до 10 царств. Может быть, реально существовать, если генетика это подтвердит. Но, я хочу вам задать еще один вопрос. А что же такое жизнь? Это важно. Это относится к вирусам. Что такое жизнь? Как бы это сказать? Можешь все говорить по очереди. Жизни в свойств несколько свойств. И ты их можешь всех по очереди называть. Жизнь — это где размножается. Жизнь — это размножение, рост. Ну, где рост. И дальше я не знаю. Ну, в принципе, ты сказал 2 базовые вещи. Ты не ошибся. Это похвально. Некоторые иногда говорят, что поесть. Хотя есть иногда не обязательно бывает. Можно окислять и другие вещества, которые мы даже не можем все представить. К примеру, некоторые едят, знаете что? Некоторые архиви. Они едят жид. Ну, аммиак — это очень токсичное для человека существо. Представляете? Кушают аммиак. Довольно сложное и опасное для нас соединение. Это делают некоторые археи. Они жут глубоко под землей в шахтах. Но жизни свойственно... Действительно, ей свойственно размножаться. Это главное свойство, чтобы жизнь вообще продолжала жить. Она должна расти и, следовательно, развиваться. Развитие — это изменение живого организма со временем. Конечно, все живое имеет наследство, да? Генетическое в данном случае. Генетика наследует информацию для следующих поколений. Конечно, для всего живого важно, чтобы расти, развиваться, размножаться. Нужен метаболизм. Метаболизм — это то, что дает нам энергию. Это разложение, да? Мы бьем из внешней среды еду, допустим, кислород, воду, чтобы мы могли это все делать. Ведь вода... Знаете, зачем вообще вода нужна? А-а. Нет. А вот кто ты? Ну, чтобы пить ее. Вода, вода, вода носит 70% нашей планеты Земли. Она везде. Ну, вообще-то... В человеке. Без воды, без воды все было бы сухим. Не было бы жизни. А можно... А, тогда маленький вопрос. А зачем вода нужна? Да, в человеке очень много воды. Чтобы жить. 70%. А что вода делает, чтобы мы были живыми? Это такой химический вопрос. А-а-а... Не знаю. Тогда я вам расскажу. Она... Она носит... То есть, она... Ну, в воде очень много полезных устарей. Она дает энергию. Вода? Стоп-стоп-стоп. Да. Молодец. Ты предлагаешь много гипотез. На самом деле, в чистой воде, которую человек использует, ну, для своих нужд. Сам понимаешь. Э-э... Бактерии не нужны. Человеке и так много бактерий. К примеру, в моем кишечнике и так живет до 10 миллионов разных бактерий. Мне это не нужно. Оу. Кто-то любит красное? Пожалуйста. У экран. Пикассо. Это Пикассо. Нет. Это называется капнула краска. Ну, ладно. Не хотите по-хорошему? Я сделаю по-плохому. По-плохому. Засранец. Извини, что так тебя называют. Не надо портить презентацию. Это тратит наше время. Коль, ты можешь отключить. Ты знаешь, как отключить? Нет. Вот в этом-то проблема. Поведи, пожалуйста. Давайте я расскажу. Это займет две минутки. Попробуй. Давай. Сейчас возьми, пожалуйста, мышкой наверх проведи ноутбук. А там у тебя должна выскочить такая панель. Да, выскочил. Я ее использую. Вот комментарий. Там кнопки. Кнопки. Нажми, пожалуйста. Три кнопки такие. Вот подробнее где. Подробнее? Да. Я не вижу такой кнопки, где написано подробнее. Это настройки просмотра. Нажми настройки просмотра. Ты добр, напиши мне, и мы с тобой тогда разберемся с этим вопросом. Нажми настройки просмотра, там будет запрет комментировать. Ну, просто Пикассо очень хочет порисовать. Погодите, кажется, я и решил проблему. Эй, кто-нибудь, порисуйте на моем экране. Если у вас не получится... Не можем. Не получится. Ура, я смог. Спасибо, что помогли. Теперь никто не будет спорить презентацию. Особенно Пикассо. Это хорошо. Так вот, продолжаем. Зачем нужна вода? Вы предложили много гипотез, и они имеют право на жизнь. Но самое главное, вот химия, да? Представим себе простую химическую реакцию, да? Возьмем, допустим, кислоту. Какую хотите, соляную или серную? А чем отличается? Можно вопрос? Соляная? Сер? Тем, что в соляной находится главным рабочим телом является хлор, то, что портит предметы. А в соляной кислоте соединение серы и кислорода. Так устраивает? Понятно. Так вот, а теперь возьмем про какую-нибудь... Давайте серную кислоту и какой-нибудь металл. Давайте алюминий. И вот мы их поместим. А теперь писайте себе полностью высушенную кислоту, которая сухая. Она будет кристаллическая. Конечно, соляная так не будет, но если ее полностью высушить, да, вытащить из нее воду, она и прятнется в песочек. И если на нее... Песочек? Да. Кислоты при испарении всей воды очень вязкие и даже иногда твердые. К примеру, лимонная кислота, сам знаешь, она без воды кристаллическая. А стоит залить, она растворяется. Так вот, писать себе сухую лимонную кислоту, на нее кидай медь. Реакция будет идти? Нет. Правильно. А если я залю... То, как там, то лимонная кислота, то лимонная кислота, она начнет, как бы, уметь, что-то с ним делать. Она растворится, и она тогда сможет увеличить площадь контакта, понимаете? Кристаллики с металлом очень малая площадь контакта, а когда они жидкие, они обхватывают, вот как мой кулак, вот эта кислота, она обхватывает целиком весь предмет, и скорость реакции ускоряется в миллионы раз, понимаете? Зачем нужна жидкость? А наша жидкость – это большой химический реактор, и ему нужно, чтобы все компоненты могли друг с другом реагировать, понимаете? Именно для этого нужна вода. Почему вода, а не аммиак, допустим? Ну, потому что вода – это самая распространенная жидкость на планете Земля. Если бы был бомяк, мы бы пили бомяк, а не воду. Это бы сильно не изменило. Смешно. Нет, не смешно. Так вот, приходим к вопросу жизни, да? Мы потребляем воду, и чтобы был метаболизм, нужна вода, еда и кислород. Это я говорю про человека. Это все мы возвращаемся. Плюс нужно, ну, это уже вторично, то есть нужно иметь метаболизм, а для этого надо иметь мембрану, ну, то есть то, что будет спускать и выпускать химические вещества. Оно должно расти и развиваться, еще одно правило, размножаться, ну, и делать наследственность. Это важно. И дополнительное свойство, необходимое для всего, это реакция, да? Человек, по-моему, что такое реакция? Это когда и внешняя среда, или внутренняя. Не нравится, что происходит. Выписываем себе человека, да? Его опустили в холод. Как реакция человека? Что, что опустили? Допустим, человеку холодно. Какая у него реакция? О, он замерзнет. Нет, он... Жизнь сопротивляется тому, что хочет ее убить. Человек, наверное, раздет огонь, попытается найти, где тепло, или найти то, что будет ему помогать не замерзнуть. Это реакция. Со всеми живыми существами точно так же. Это ведется. Фемиобактерии не любят, когда очень соленая жидкость, или кислая жидкость, или очень жарко, или очень холодно. Это реакция называется. Это тоже важное правило для жизни. И вот исключением из этих правил являются знаменитые вирусы. Вирусы, к примеру, не растут и не развиваются. Но при этом они умеют размножаться, но у них нет метаболизма. Но они умеют эволюционировать. И вот сейчас ученые до сих пор, за сто лет открытия их, не знают, живы ли они или нет. Никто просто не знает, как определить их. Но вирусы не единственные такие. Есть еще брат вируса, вероны. Вероны, да, правильно сказал. Это такие братья вируса, только попроще. Ведь как выглядит вирус, да? У вируса есть генетический материал. ДНК или его простой брат РНК. Понимаете? Да. И чтобы носитель памяти не сломался, он помещен в белковый чехол. Это для безопасности. А иногда у некоторых крутых вирусов над белковым чехлом еще один чехол из липидов. Липиды — это из чего сделана мембрана. Ну, мембрана клеток именно. Мембрана клеточная? Да. У них есть такая мембрана. У некоторых такой капсид. Капсид — это броня вируса. Называется суперкапсид. Это прям совсем крутые ребята. Они могут спокойно подходить к клетке и проходить сквозь ее мембрану. Без проблем. Это крутые ребята. Но перенемся ближе к делу. Есть еще более крутой тип. У него нету даже ДНК и РНК. Представляете? У него вообще нету памяти. Согласитесь, круто. И имя этому красавчику — прион. Сейчас я увеличу картинку, чтобы вы наглядно видели. Какова его приода? Наш главный гость, точнее, гость с этой момента, будет прион, который не имеет ДНК, РНК и тому подобного. И возникает вопрос. А что же он такой? Он — это белок, который появляется внутри нас. Вообще, внутри любого же существа. И он неправильный. Подписайте себе белок, который появился. Он неправильный. Он подходит к другому белку, к здоровому. Приходит и делает его тоже неправильным. То есть это белковое зомби-заражение. Представляете? И вот прионы — это очень злые штуки. До сих пор люди не умеют их остановить. Прионов нельзя убить высокой температурой, не низкой температурой. А там же практически всех бактерий нельзя увидеть с этими низкими и высокими температурами. Ну, вообще-то, многие умирают. Самая высокая температура, что бактерия жила, это для архей. Самая высокая температура, при которой бактерия живёт, это 122 градуса. А прионы не боятся вообще никакой температуры. Их держали. В солнечной даже? Да. Серьёзно? Да. Археи могут жить, именно жить, да? А не просто пойти в шарик и летать. Им надо жить. А прион может жить при температуре 200 градусов, при давлении в 5 атмосфер, то есть это выше, чем земное, в 5 раз. И ему ничего не будет. Он будет жить, паразитировать и убивать живой организм. Их вообще никак не убьёшь. Их, они не боятся ни радиации, так как они очень маленькие. Белок гораздо меньше вируса, так что радиация их очень плохо убить. Сейчас только есть два метода, как убить прион. Это вода, ну то есть водой, под высокими вообще гигантскими температурами его контакт заставляет работать, только тогда он разлагается. Или озон. Озон это брат кислорода. У обычной кислорода 2 молекулы кислорода, у озона 3. И озон может убивать. Пока что мы только разрабатываем такую технологию. И прионы доставляют очень много проблем. Но возникает вопрос, какова приоза, как они появляются. Вот на этой картинке, да, вы видите бусинку в самом левой части рисунка. Ведь белок, это как большой комок. Это называется первичная структура. Это когда аминокислоты. Аминокислота, это керосичек белка. Они прощаются в единую цепочку. Дальше эта цепочка закручивается в спираль. А эта спираль закручивается в ещё большую спираль. А те спирали, это третичная структура, когда большие спирали в спирали, они сняются в ещё большие комки, и это уже называется четвертичная структура, самая высшая. Вот это большие. Да, они самый сложный этап. И вот на третичной структуре, когда одна спираль, сейчас в ещё большую спираль, прионы, они собрались неправильно. И они могут появиться когда угодно. И лечить их пока что не научились. Все, кто заболел прионом, все умирают, и им помочь не получается. Прионы только человек сам может себя спасти. Антибиотики не работают. Никакие антибиотики не работают. Ни аспирин, это не антибиотик, это сильный антибиотик, ни спирт. Их убить вообще невероятно сложно. А когда человек сам себя спускает, спасти спирт может? Он спасает только сам себя. Ну, вспоминаем, лейкоциты и фагоциты. А-а-а. Ну да, только они могут... Я помню их. Они сжирают всех вредных вирусов. Это фагоциты. Это фагоциты. Да, они поедают весь мусор, весь хлам, который есть в нашем теле, они поедают, и прионы, они тоже едят. Но им очень тяжело справляться с таким быстрым убийцей. Поэтому обычно люди, которые болеют этой болезнью, прионной называется, они чаще всего умирают. И их тела приходится уничтожать тщательно, чтобы ни один прион не сбежал. Это очень опасная болезнь. Но она, к нашему счастью, она очень редкая, и передается только прямым поеданием пищи, отравленной, так скажем. Поэтому нам повезло. Прионы очень редки. А так, это самый живучий, самый опасный, так скажем, вирус, даже страшнее, чем вирус, существо на планете. И он еще более странный, чем вирус, так как он даже не имеет РНК, ДНК, то есть памяти. Но он может эволюционировать. Представляете, какой удивительный прион. Это вообще самая интересная часть главного... Эволюционировать, это вроде же создавать новых вирусов, да ведь? Нет, эволюционировать... Нет, нет. Эволюционировать, это типа улучшать. Не всегда. Вот первая ошибка, эволюция не всегда улучшает живые существа. Я вам могу привести такой простой пример. Вот, да. Есть такие были муравьи. Находили их, значит, в Амазонке, и у них была очень интересная форма головы. Они этой головой закрывали проходы, и эти головки заделись в правильную мозаику. Вот прошло какое-то время, и эта сложная головка превратилась в самую обыкновенную, то есть упро-с-и-ласть. Понимаете? Угу. Значит, эволюция не улучшает и ухудшает одновременно. Её главная цель это быть максимально выгодной, а сложность, не сложность, это вторично. Вот как-то так работает эволюция. И белки умеют так делать. Они подстраиваются под окружающую среду, и они просто бомба. Угу. Так что аккуратней, белки и пострашнее вируса. Неправильные, конечно, белки. Но теперь, вот когда я, помните, задал, сколько царств, все сказали про четыре царства, и сейчас я про ним вам хочу рассказать. По классическим царствам. У меня здесь на картинке самые мне понравившиеся представители четырёх царств. Кто найдёт здесь гриб? Вот этот с красными пузырьками. Угу. Это гриб, и он мне очень нравится. Вот хочу вам с самого начала немного историй сказать. Ну, ладно, это я глупо сказал. Так вот, с самого древних времён люди всегда знали, что есть два царства. Это растения и животные. Да? Ну, их просто понять. Животные бегают, кушают, растения живут, не двигаются. Кушают. Ну, они кушают не то. Они не кушают животных. То есть, они делают это из неорганических, невидимых тогда веществ, таких как углекислый газ, микроэлементы из почвы, вода, и прочие, и необходимые другие компоненты. Потом же доказали, что грибы это отдельное царство. То есть, теперь стало три царства. А потом, когда открыли микроскоп, открыли бактерии. Они пока не знали, что эти бактерии, называйте их мы правильнее, прокариоты, делятся на архей и бактерии. Это два, две большие разницы. Я вам потом объясню, почему. Так вот, в чем главное отличие растений от животных? Кто скажет? Растения настоят, а животные Растения, то есть, животные, они могут есть, жить, ну, растения тоже живут, они могут пить, бегать и делать все, и делать всякие движения. А растения, они стоят на своем месте, и они размножаются семенами, а животные, они рождают свое потомство. И растения, они, у них нету ртов, у них есть корни и листья. А тогда маленький вопрос, а как же быть с расянкой или мухоловкой? Они умеют охотиться, не заметь. И они, некоторые бывают, даже белые. Вы представляете, вот как тут быть? В чем главное отличие? Главное... У животных есть... Потому что передвигаются, потому что передвигаются способом хождения, не так просто, как листики поживили, а сами передвигаются. Ну, некоторые животные, скажу тебе так, могут вообще не двигаться всю жизнь. Это ленивки. Нет, это кораллы. И они всю жизнь не двигаются. Но при этом же они не растения, понимаете? То есть главное отличие не как двигается, не как живет, не как рожает. К примеру, папоротники, их детишки умеют двигаться. Это факт. Папоротники? Папоротники, их детишки... У животных есть душа. У животных души как души. Нет души. Душа есть только у человека. Спокойно, спокойно. А животам не дается дыша. Спокойно. У нас тут начнутся жаркие дебаты. Помягче. Во-первых, души, мое мнение, это относительное понятие. Что мы вообще подозреваем? Если думать, что есть душа, то она есть и у слонов. Они довольно разумны. У них даже есть эмоции. Не забываем про обезьян. Нет, я мнение того, главное дело не в наличии души. Во-первых, душу пока не нашли, не поймали, не опровергли. С ней ничего не понятно. Поэтому мы эту тему не трогаем. Ну, пока что. Не найдется доказательства ее наличия и отсутствия. Это только наше личное мнение. Так вот, главное отличие это как питаться. Понимаете? Все делится в этом мире из гигантских круговорот веществ в природе. Назовем его так. Ну, он так и называется. Так вот, кто у нас растения в этой системе? Ладно, не буду вас мучить. Растения у нас те, кто создает органику. Это сложные вещества. Органики это как белки, нуклеиновые кислоты, жиры. То есть, они творцы. Они творят сложные вещества. Кто у нас животные? Животные, кто все это поедает. Да? Он кушает, нямкает это и прощает в какашки. Он является гетеротропами. Гетеротропы это те, кто поглощает все вещества. Гетеротропы. Простите. И есть тот, кто это все и животных, трупы, и растений будет прощать опять простые вещества. Да? То есть, круг замыкается. Опять мы все прощаем. Эту функцию выполняют грибы и бактерии. Они являются сапротропами. Или другое название редуценты. Просто запомните. Это латинские слова. На русский они подпреваются. В данном случае они разрушители. Они все разрушают и прощают простые вещества, которые растения опять прощают сложные. Вот круг замкнулся. Создалось, сожралось, переварилось, умерло, и опять все закруглилось. Вот как-то так. Главное отличие это как мы питаемся. Грибы едят только мертвые. Ну, иногда паразитируют, но всегда есть исключение из правил. К примеру, есть животные некоторые, которые живут почти как растения. Но при этом их считают животными, потому что есть еще одно важное правило. Это генетика. Все царства определяются генетикой, которой раньше не было, и часто в царства попадали вообще чужие существа. Только сейчас мы наводим нормальный порядок. Это главное отличие. Ну и конечно, все царства делятся на две большие группы. Это ядерные, у которых есть ядра, и доядерные, у них нет ядра. Ну, вы понимаете, бактерии не имеют ядра, как и археи, и вирусы, и прочее семейство. И эукариоты, у которых ядро есть. Точнее, даже не просто ядро, а органеллы. Органелла это как маленький орган, только в клетке. Пока понятно, как это работает? Как царства делится? Если есть вопросы, обязательно задавайте. Я не хочу, чтобы у кого-то из вас была каша. Мне важно, чтобы вы все понимали. Да, ясно. Угу. Тогда расскажи-ка, кто-то не ответил, как красить животных, что есть животное. Вот как мы опишем животное. По вот этим правилам, которые только что сказал, которые используются в науке. Ну вот у нас есть растения создают, есть животные, которые поедают свеженькую органику, уже сложную, то есть они у нас гетеротропы, поедают постоянно уже создавшийся материал. И они как побочно умеют двигаться. На надо ходить к ней. Поэтому животные и научили двигаться, хотя есть те животные, которые не умеют двигаться, они наоборот засасывают себя, все питательные вещества. Вот как-то так. У нас есть растения, создают, есть те, кто разлагают, но теперь-ка мы добавим новые царства, да? Ведь кроме бактерий, грибов, растений, животных, есть еще как минимум четыре царства. И начнем с довольно любопытных вещей редкого нового царства. Назовем его, точнее он называется храмисты. Начнем с того, кто входит в храмисты. Во-первых, это бурые водоросли. Вот бурые, глубоководные водоросли, это храмисты, это отдельное царство со своими правилами. Еще уже пять царств у нас есть. В чем их главное отличие от растений? Вот посмотрите на эту схемку, вот это розовое существо. У него есть гигантский хлоропласт. Только вот у растений, да, вот вы знаете, а вот кто знает, правильно было сказать, откуда у растений взялись хлоропласты? отошли. Из-за фотосинтеза, что ли? Я забыл. У кого? Из-за фотосинтеза, что ли? Да, для фотосинтеза. Это органелла, которая фотосинтезирует. Не знаю. Дам тебе такую подсказку. Вот есть Евглена зеленая, если что-то по не узнаешь. Это может быть те подсказкой. Нет, я не знаю вообще, что это такое. Тогда я расскажу тебе с большим интересом. Ну, стоп, ты это понял. Так вот, они взялись из того, что предки растений научились дружить внутри самих себя. Вот представьте такую картину. Есть какая-то сложная клетка. Она съела бактерию, которая умеет фотосинтезировать, да? Но бактерия не умерла. Она только научилась жить внутри нее. Внутри питаться с помощью фотосинтеза и поглощения иисусов. В ней делиться, в ней расти. То есть вот такой смешной, но все-таки метод жить внутри жизни. И вот они делились. И за много лет эволюции в хлоропластах пропало почти все носитель памяти. В данном случае РНК или ДНК. Оно попало в ядро клетки, которое скушало бактерию, которая умела фотосинтезировать. А вот хромисты отличаются тем, что они съели не бактерию, а они съели уже фотосинтезирующую с ядром клетку, понимаете? Они съели уже не прокариота, а эукариота. И между ними различие только в том, что какой пигмент они используют. К примеру, бурые водоросли очень часто не используют хлорофилл. Они используют красный пигмент. Иначе они были бы не красные. Кстати, у них есть еще и золотистые водоросли. Вот главное отличие хромистов. И хромисты еще, и главное, наверное, влиятельнейшее существо это диатомовые водоросли. Вот кто-нибудь слышал или читал книгу Карри Кривайля? Такая есть. Я читал. Угу. А вот помнишь сцену, тот, кто читал? Я нет. Да, меня просто сейчас интересуют те, кто читали. Вот когда там профессор, да, это персонажи этой книги, они, когда нужна была корзинка, чтобы ей возить еду, они зашли на бережок, на берег, и начали вымывать такие раковины. Да? Если кто читал, то он понимает, что это такое. Это диатомовые водоросли. Это водоросли, которые живут очень глубоко, вплоть до четырех километров. Глубже, ну, не в моготу совсем. И главная примечательная черта, то, что у них есть скелет. И сейчас я вам покажу, какой у них скелет. Давайте. Угу. посмотрите на картинку вверху справа. Это как треугольник, что ли? Да, это их скелет. Один. Это их скелет? Это один из многих скелетов. Согласитесь, это великолепно. Это очень странно и красиво. Угу. А вот посмотрите теперь верхнюю левую картинку. Это тоже хромист. Верхнюю левую? Ага. шаек. Это шаек? Зеленый. С такими солнышками маленькими. Угу. Это тоже что-то? Угу. Да. Вау. Это они. У них бывает довольно сложная форма. Это уже не диатомовые водоросли. Это их брат. Называются они краптофитовые водоросли. Довольно сложное семейство. Специфичное тем, что оно круглое и имеет такую необычную форму клеток. У них клетка, круга кружочком, а внутри находится только ядро и прочие компоненты. И это все наслаивается друг на друг в такой комок. Но теперь я хочу вам показать уже следующий. А вот это скелет, что ли? Нет, это уже другое царство, про которое я сейчас буду вам рассказывать. Что вы сказали? Сейчас я буду рассказать про другое царство. Мальчик Тимур мне показывал картинку, где изображены другие скелеты, снизу под треугольником. Это другое царство, которое тоже и некоторые из них делают такие скелеты, довольно красивые. Так. Это царство называется Простейшее. Раньше хромисты и простейшие были одним царством, которое называлось Прокисты. Такое сложное название. Потом их разделили генетически на два отдельных царства. Ну, вы поняли. То есть были вместе, теперь они раздельны. И вот среди них есть некоторые знаменитые вещи. Вот посмотрите на самую верхнюю картинку. Сейчас я ее увеличу. Вы никого здесь не узнаете? Я узнаю двух. Отлично. Назовешь их имена? Да, вот та, которая увеличена, это амеба. А внизу самая левая картинка. Это инфузория туфелька. Угу, молодец, да. Это верный ответ. Инфузория туфелька и амеба обыкновенные. Самые знаменитые, простейшие. Их чаще всего показывают в школе. Ну, просто потому, что на них интересно изучать. Амеба знаменита тем, что у нее нет формы тела, поэтому амебу зарисовать сложно. Она постоянно имеет форму тела. Те, кто знают, понимают, она просто перетекает. Это ее способ движения. И она... Вот это вот, а вот это вот, еще, которое внизу, она, она вроде бы, она размножается, размножается, там много таких клеточек появляется, и она разрывается. Такое, не помню, как оно называется. Это вольвокс. Вольвокс. Так называется то, что ты назвал шариками, которые живут внутри них. Это колониальное предок растения. Вольвокс называется. Ты что, рассказываешь, вольвокс? Вольвокс. Вольвокс. Живем шариками. Вот это вольвокс. Ага, да. Так вот, хочу сказать главное в том, что они делятся на главные группы. Все простейшие делятся на три, так скажем, семейства. Грибоподобные простейшие, растительноподобные простейшие, и животноподобные простейшие. Ну, вы понимаете, почему. От каждого пошла своя век, которая самостоятельно начала жить. Появилось отдельное царство. И амеба, естественно, из него пошли, как ни странно, из амеб появились первые грибы. Представляете? Амебы животным мало иметь общего. Амебы ближе к грибам. Как бы это любопытно звучало. А вот к первым животным я покажу вам, к чему они относятся, кто их предок. А вот инфузория туфелька, вот есть амебы, да, их относят к амебоподобным. А вот инфузории туфельки, это отдельные сорта инфузорий, которые знамениты тем, что у них полно ресничек. Они с помощью него двигаются, засасывают свой рот. Вот на этом снимке, к сожалению, плохо видно. Но я могу вам сказать, как устроены простейшие. Мне достаточно. Сейчас я увеличу ее только. Вот видите центральную такую, как солнышко? Внутри такой маленький шарик, от которого идут всякие канальцы. это мочевой пузырь простейших. Называется сократительная буколь. Что она делает? Она собирает лишнюю воду и выстреливает ее в окружающее пространство. Это вот простая. Еще мы здесь видим маленькие реснички, с помощью которых она засасывает рот, которого мы здесь не видим, к сожалению, а он у них очень красивый. И мы здесь видим маленькие точки. На самом деле это то, что он уже скушал. Это не его органы, это то, что он съел. Больше, к сожалению, я вам здесь показать не могу, так как большинство органов у простейших прозрачные. А вот последняя картинка, вот эта довольно интересная конструкция, похожа на ракушку. Называется существо, которое ее делает? Фораминеры. Фораминеры. Фораминеры, да? Угу. Фораминеры. Да, и они создают известняка, то есть мел, который мы используем, они делают из него ракушку. И именно из-за того, что они делают известняк, они не могут жить глубже, чем 4 километра, потому что они, известняк на такой глубине, растворяются. Вот, кстати, кинули камень, а он на глубине 4 километра растворился. Вот так-то. Поэтому диатомовые водосли и все те, кто использует известняк, не имеют скелетов глубже 4 километров. Такое вот правило. Понятно. Угу. А вот сейчас я вам покажу следующие картинки, это вы уже видели. Вот нижние картинки. Нижняя правая картинка. Как называются эти существа? Мне уже намекали. Сейчас я их увеличу, чтобы лицезрели их великолепие. Хе-хе-хе. Великолепие. Ну да. И не всегда же увидишь такую красивую форму, такую изящную и удобную для жизни. Угу. Эти существа родственники фора минеров. Их имя Ра-ди- О-ля- Ри- И. Ради- Ля-ри- И. И они тоже не живут глубже 4 километров. И они не родственники. Они живут похожим образом жизни, но не родственники. А вот картинка уже слева, но тоже снизу. Вот не узнаете никого? Кого-то злини? как жук. Это похоже на клеща. Как жук, только с шипами. Кто-то мне уже называл существо, которое имеет первое слово. Как ни странно, это амёба. Это панцирная амёба. Амёба, она в панцире сидит? Она в панцире сидит и в нём двигается. Согласитесь, классно. Амёба уже не... А вот этот панцир с шипами для защиты? Это не шипы. Они не твёрдые. Это её ноги. Помнишь, кто говорил, у них есть ложноножки? Или другое научное название псевдоподии. Так вот, это те самые ножки, с помощью которых она двигается. Это не шипы. Она ими никого не защищается. Просто у неё никто не охотится. Сама по себе амёба это очень страшный микрохищник. И некоторые даже знают про дизонтерийную амёбу, которая у нас вызывает заболевание в кишечнике. Довольно противная. Если верить тем, кто это говорил. Так что амёбы довольно страшные существа. Про маленькие меры все говорить. Но я хочу вам ещё немного рассказать даже про мимивирусы хочу. Есть такой вирус, называется он мимивирус. Согласитесь, милое название. Мимивирус. Так вот. Прикольно. Надеюсь, он не опасный? Нет, он как раз опасен для амёб. Этот мимивирус постоянно уменьшает количество амёб. Ему спасибо надо сказать. Он довольно полезен. Спасибо тебе большое. Нужно его себе в организм вставить. Не надо. Ещё никто не знает, как он живёт внутри нас. Эксперименты пока не проводились. Но мы знаем, что он очень сложный. Мимивирус это самый сложный с точки зрения генома, то есть генетического кода. У него он самый большой. Он даже больше, чем у некоторых бактерий. И он больше, чем некоторые бактерии. Но он не самый большой вирус. Есть больше, но они проще. У него, в отличие от многих вирусов, видите шипы? Да? Видим. У других вирусов таких шипов нет. Просто нет. Они не нужны. А он их делает себе. Это самый сложный и один из самых больших вирусов. И это действительно классно. И учёные, когда его открыли, долго спойли, что же всё-таки считать жизнью, именно из-за него, встал такой острый вопрос, что считать живым. Потому что у него очень сложный геном, он невероятный, и у него почти есть клеточная структура. И знаете, было предложено такое интересное мнение, чтобы доказать, что вирусы живые, да? Вот как вы писаете себе жизнь вируса? Кто расскажет его жизненный цикл? Ну вот что нужно вирусу, чтобы жить? Вирусу надо взять клетку. Собственно, а как у нас рождается вирусом? Он у нас рождается из ДНК одного вируса другого. Такой уж как он, вставшийся к клетке. Потом он присасывается в другую клетку. Дает этой клетке тип ДНК свой. И после этого клетка начинает делать эти вирусы. Ну убивается, я думаю, что при помощи ну всяких лекарств и так далее. В принципе, ты верно сказал. Только сейчас я немного укреподкетию, точнее сильно подкетки. Во-первых, начнем с того, что вирусы не используют не только ДНК, есть ретро-вирусы. Ну да, и РНК тоже. Но я просто говорю кенную информацию. Да, просто миссийский код. И еще, маленькое помечательное свойство, вирусы это нектривизы. Во-первых, с хоксибирчиками не убьешь, их можно убивать только классическими. Да, я говорю там про чеснок, про всякое это дело. Но чеснок не всегда спасает. Нектривизы, ну, сам понимаешь, они довольно сильные типы. Да. Да, свойство вируса, он неживой, точнее, неживой паразит. Сам по себе вирус не жив. Но как только он входит, он встраивает свой геном в клетку, и эта клетка не делает сам вирус, вирус сам все собирается на клетке. Она делает белок. Белок строитель и новые геномы. То есть он делает белки и геномы. А иногда бьет липидную оболочку. Ну, то есть то, что защит мембрану создает. А вирус сам собирается. То есть вирус плюс клетка называется вирусная фабрика. Или ну, другие названия довольно сложные. Я вам пока их обогрешать не буду, их забыл. Так вот, именно некоторые ученые предложили считать вирусом именно этот момент, когда вирус внутри клетки именно такое состояние и принято они хотели называть вирусом. То есть он уже полностью живой. Вот такое вот интересное предложение, как объяснить то, что же все-таки есть вирус. Объяснить тем, что вирус это не та эксайдерная конструкция, которая у вас на картинке, а вирус это генетический материал, который уже влился. Вот это они решили назвать вирусом. И тогда вирус живой. Это паразит, который всегда внутри. И клетки обычно умирают из-за того, что вирусы просто ее разрывают своим количеством. Хотя правильные умные вирусы никогда не убивают свою клетку. Есть вирусы, которые не убивают свой организм. Они в нем живут десятилетиями. И только его идут слабее, но никогда не убивают. Всегда все сильные опасные вирусы со временем исчезают. Это закон природы. Если появляется очень сильный вирус, он убивает весь вид или часть вида. И те, кто заразились, умирают. И они не делают новые вирусы. Поэтому все опасные вирусы рано или поздно исчезают. Эволюция не позволяет. Так что любой вирус, который появляется в современности, сойдет на нет. Как испанка, или чума бубонная, или та же самая болла, они исчезнут. Раз и навсегда. Потому что всех, кого они убили, останутся в земле и не смогут нанести никакого вреда. А вот прионы, про которые я уже говорил, с ними так не прокатит. Они появляются у всех живых существ самостоятельно. Никто не застрахован от них. Это делает их чрезвычайно опасными. Но я хочу немного к классификации вернуться. на сегодняшний день все царства объединены в альянсы. Ну, это альянсы стран. Но научное название домен. Это царство над царством. И сейчас используют есть четырех и трех конструкционные. Четыре это когда еще мы без клеточных считаем живыми. А когда их не считаем живыми, остается только три. Это артеи. я бы не говорил, они очень живучи. Некоторые артеи имеют максимальный рекорд температуры для жизни. Они жуткие температуры в 122 градуса и в давлении в 700 атмосфер. обстоят какие-то адские условия. Им бы хоть бахны. Прикиньте. Так вот артеи. Дальше бактерии, которые также есть. отдельное семейство. И эукариоты. Вот с этими тремя с этой трехгранной парочкой большие проблемы. Долгое время было непонятно откуда взялся эукариотическая домен. Долго я мечтал что он придется от бактерий. Но сейчас находят все больше доказательств что эукариоты у которых есть тетро появились от не то ядерных артеи а не от бактерий. Это тоже не три грамма. Но есть ряд причин. Например у бактерий кроме клеточной мембраны клеточной стенки есть еще и капсула представляете такая трехслойная броня. Это их не спасает от лекарств. Но очень неплохо помогать выживать. И эта капсула сделана из сложного белка именем муриен муриен такое сложное название специфичный объект а вот у артеи так скажем братцев бактерий его нет так и у эукариотов а еще у них есть много маленьких отличий к примеру у них органел это органы на поверхности мембран гораздо меньше только внутри клетки то есть они проще устроены в некотором плане что обеспечивает им феноменальную живучесть но не защищает от химических атак как в отличие от бактерий которые не плохо приносят многие химические вещества поэтому ученые все больше склоняются к тому что все эукариоты у которых есть хитро появились от архей и кстати насчет архей из-за их феноменальной живучести археи живут в самых соленых самых кислотных самых горячих иногда даже холодных водоемах планеты земля и превосошли даже бактерии в этом плане хотя некоторые археи живут прямо внутри вас они букают за вас они делают метан незаменимо важное вещество ну в плане круговорота углерода они принимают нам пищу благодаря ним мы можем есть растительную сложную пищу плотную так что археи большие молодцы не только бактерии помогают нам есть археи вкладывают еще больше роли они даже составляют 20% от всей биоматры земли они вообще молодцы они обеспечат много важных пищей но бактерии больше обеспечивают важных функций и как подобает у археи есть вирусы видите на этой картинке сероватой к сожалению я не нашел цветной картинки настоящей просто потому что археи они меньше и это электронный снимок с электронный микроскоп конечно у них есть вирус видите эти маленькие какие-то бляшки снаружи вируса ну это есть вирусы и они вокруг клетки архея да они тоже довольно небольшие и у них удивительная форма они похожи обычно на веретено но эти какие-то толстые получились так что вирусы вообще имеют много форм кто-то знает просто круглую форму с шипами гриб допустим а есть палочка точнее табачная мозаика это вирус растений ну табака а есть еще верофаг точнее бактериофаги они произойдут на бактериях они вообще похожи на космический корабль у них много лапок в одной части такой малый канал и сложная эксайтерная головка эксайтер это фигура сделанная только из треугольников очень сложная ну и конечно просто эксайтерная головка сама по себе и много других форм так что у вирусов большое разнообразие а благодаря живучести архей некоторые ученые считают что они могли полететь с другой планеты то есть они завезли жизнь на землю так как они выдерживают колоссальные адские условия некоторые археи даже живут в таких условиях почти как на Марсе представляете то есть их можно отправить на Марс и они там смогут жить вот так вот удивительные археи самые живучие существа а вот помните я говорил вам сейчас я расскажу про еще двух любопытных типов нашей земли даже чуть больше я задал вопрос простейшим и говорил еблену зеленую которая имеет весьма интересное примечательное свойство она бывает то животным то растением еблена зеленая так ее называют это один видов она сама по себе растение которое живет питается но как только свет исчезает она попала в темноту она съедает клетки цианобактерии которые в ней есть то есть у самой еблена зеленой нету хлоропласта она поедает внутри себя цианобактерии понимаете то есть это то же самое что вам берут про пластиды то есть пластиды это съеденные когда-то давным-давно съеденные цианобактерии прикиньте вот что творит поедание других живых существ и вот еблена зеленая в темноте съедаются и они становятся прозрачные но как только они опять выходят на свет то они опять становятся зеленые и кстати среди животных сложных многоклеточных животных наверное есть знаменитое существо улитка которые поедают внутри себя всякие одноклеточные растительноядные существа не точнее растительно ну живущие как растения и даже улитки представляете такие есть так что грань между некоторые растения если так сказать могут двигаться улитки которые выращивают внутри себя целую плантацию клеток растений это доказывают так что вдруг в будущем появится растение которое двигаться это не фантастика это просто эволюция а вот на другой картинке видите такое усатое тело такой зеленый колобок двумя усиками жгутиками их называют это знаменитые флореллы почему знаменитые ну во-первых они чрезвычайно живучие и они использовались в космонавтике это космические существа почему да потому что у них самая высокая эффективность по научному КПД фотосинтеза они больше всего и быстрее всего делают на нашей земле кислоты у них большое влияние на землю и их хотели использовать в космических городах или станциях которые могут сами переваривать отходы человека в еду и они очень калорийные в них 50% тела белок что больше чем у мяса и пшеницы то есть они более питательные чем мясо и пшено представляете какие они интересненькие а мне так это классные ребятки значит их можно есть можно воду вообще-то едят но эти пока почему-то не выращивают хотя у них большие перспективы если конечно их взять вкусными а не безвкусными как говорят те кто их ели их выращивали и даже питались американцы из Советский Союз использовали для своих космических программ и им почти удалось это сделать так что недалек тот день когда хвореллы будут покорять космос и я вам хочу еще про двух существ рассказать про предка животного и про самое большое одноклеточное два последних существа в нашем сезончике так вот самое большое одноклеточное точнее одно из самых больших самое большое четкое изображение самого большого одноклеточного я пока не нашел как видимо просто его мало изучали он же живет очень глубоко больше километра то есть для него только на батискапе можно добраться а вот из тех которые можно найти в море плавая это вилония пузатая и она заслужила звание пузатой во первых она может расти до 5 сантиметров представляете такое одноклеточное диаметром 5 сантиметров круто большое одноклеточное просто гигантское можно его взять разделить появится еще больше да он так размножается вот видите на ладошке у человека сравнение вот это вилония пузатая это настоящая клетка представляете какая она гигантская это одноклеточное ну кому-то нравится такое большое как она передвигается она плавает она не умеет двигаться она обычно живет на дне а когда ее отрывает она просто плавает по течению вот как-то так сама двигаться она не умеет ей это просто не нужно это растение ему не нужно двигаться чтобы жить ему нужна вода он живет в море так что воды полно у него должен быть только кислый газ а он не умрет если его разделить на два если разделить на два то из него повылезают его детишки они так ознажаются они лопаются а значит можно значит можно взять нож разделить на два и появится еще очень много маленьких шариков а потом появится их очень и потом они вырастут и будет орбизный бассейн наверное ага и у них много ядер у этого существа очень много всяких органов одинаковых если у меня два легких то и допустим одна жила то у них таких органов большущий комплект всего то есть если одно умрет а остальные будут работать и последнее что я хотел рассказать это предок всех животных сложных вот видите этот кустик таких интересных существ да вот это наверное настоящий предок всех животных он как живет это животное которое не умеет двигаться ну его можно назвать животным а вот кораллы они точно не двигаются это умеет переползти кстати некоторые растения могут медленно перемещаться так что движение не влияет на растения ты или животное какие растения передвигаются они просто переползают понимаешь растения двигаясь сами по себе их корни могут делать легкие ну не движения не у всех далеко многие не могут двигаться и конечно должен тебе сказать что знаменитая венея мухоловка умеет двигаться эти двигаются она двигается даже быстрее чем первые животные так что движение не влияет на то и животное ты или нет а это оно хищник видите у него такая маленькая вылезает из его рта тубочка да маленькая такая жгутик он крутится засасывает еду то есть он как губка постоянно засасывает вся много еды есть такие растения ну это животные простите это существа называется воротничковые жгутиковые у них есть воротничок в который засасывается еда некоторых нету жгутика у них много ресничек представляете такой сифон большая чаша покрыта ресничками которые постоянно двигаются загоняя воду внутрь чаши внутрь клетки которая их кушает вот как-то так они живут и они умеют двигаться когда они размножаются да они плавают прицепляются ко дну и она может пока молодой двигаться но когда старая она сейчас живет она сейчас живет она везде живет она просто покоила всю планету она живет в каждом болоте в каждой лужеце в каждом озере а даже иногда в море так что нет оно еще как живет что ж а как называется этот шарик который на ладони человека это вилония вилония пузатая пузатая вилония пузатая да именно так что ж Лаис я рассказал сможете выживать на 5 культа подвижения и я доволен занятием благодарю за это занятие за эту конференцию спасибо можно спросить тебя а что ты поняла из моей презентации вот такой маленький вопросик вот что вы поняли из моей презентации вам понятно то что есть 8 царств и то что много растений есть даже вирусы которые помогают они вредят но но всегда нож в руках убийцы опасен а в руках хирурга спасение все двулично а а вот ты понял про сложность вируса мимивирус который почти живой я знаю я понял ага ну ладно то есть ты кое-что понял какие-то не а а следующее занятие когда будут то в среду по средам либо в 5 либо в 7 часов думаю в 5 хорошо ага кто-то еще понял может просто говорить что ему понятно а что не понятно задавай вопрос ладно пока пока у кого-то есть вопросы я точно знаю что у кого-то вас есть спасибо честно нет совсем совсем нет никого вопросов даже самых простых а вот эти а вот эти а вот эти животные которые в каждой луже в каждом озере они 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 под микроскопом их можно такое увидеть или или их можно увидеть прям так невооруженным глазом некоторые одноклеточные можно увидеть мобилония пузатая или солнечники это такие простейшие которые тоже можно увидеть но их не четко видно это существо которое я тебе говорил а его можно увидеть невооруженным глазом но ничего не различишь поэтому его смотрят в микроскоп то есть заметить его можно но разглядеть не получится четко Что ж, раз никого вопросов нет, тогда, Лариса, передаю вам пульт управления Чтобы я сказала всем пока-пока, и спасибо большое тебе, Николас, за это занятие Да, огромное спасибо, классно И курс, кстати, тоже неплохой Спасибо Прекрасно